Модернизация внешнеполитического ведомства с обсуждения этой важной темы началась рабочая неделя президента. Свои предложения по структуре и численности МИД и загранучреждений представил министр. Во-первых, мир и ситуация меняется, нужно реагировать. Во-вторых, все это и по следам конкретных поручений Александра Лукашенко. Усилить работу в СНГ и на дальней дуге, энергичнее продвигать экономику и экспорт, активизировать информационную работу в этих новых непростых реалиях, в которых сегодня нам приходится жить. Уже известно, что Минск значительно сократит дипломатическое присутствие в ЕС и нарастит в Содружестве Китая дальнем зарубежье. Грядут и кадровые решения. Так какой план в работе у дипломатов и кого собираются уволить, спросим у нашего политического обозревателя Натальи Бреус. Сразу скажу, про увольнение точно вслух не говорили, но о многом другом прозвучало. Новогодняя елка и праздничная атмосфера, которая уже чувствуется во Дворце независимости, может сбить с толку, расслабить, но разве что новичков. Владимир Макей точно не из их числа. И рабочие будни, несмотря на приближение праздника, никто не отменял. То, с чем сегодня министр иностранных дел пришел к президенту, это, как говорится, никакой чрезвычайщины. К этому разговору готовились не один месяц. Во внешней политике, как в зеркале, отражается все, что происходит вокруг страны, ну а проще сразу понятно, с кем дружим, а с кем не очень. В этой связи речь и о серьезном апгрейзе внешнеполитического ведомства. Это связано с той внешнеполитической обстановкой, в которой находится Беларусь сегодня. Все мы видим и понимаем, что происходит, особенно на западном векторе нашей внешнеэкономической, прежде всего, внешнеполитической деятельности. Отсюда меняется и наш восточный и южный вектора. Поэтому было условие и мое поручение правительству и Министерству иностранных дел пересмотреть структуру и численность внешнеполитического ведомства, заграничных представительств на этих векторах. Посмотреть свежим взглядом на представительство Беларуси за рубежом президент поручал еще летом. Тогда Александр Лукашенко говорил дипломатам быть активнее. Не молчать, если беларусов обижают, объяснять партнерам, если не понимают, что происходит в нашей стране. Ну а если нужно, трубить во все колокола на международных площадках, если на Беларуси льют откровенные фейки. Ну и, конечно, продвижение экономических интересов страны. Растущий экспорт лучше всего скажет за послов. За последнее время наши устремления проявились четче, важные решения приняты в союзном государстве. Не сбавляем оборотов, наоборот набираем темп на евразийском треке. Ну и не забываем, принята новая директива по сотрудничеству с Китаем. Вы представили мне неделю назад свои предложения. Я внимательно их изучил. В принципе, работа проведена серьезная. Но хотел бы вас просто предупредить о недопустимости какой-то штукатурки внешнеполитического ведомства и той ситуации, которая складывается на внешнем контуре наших границ. Я уже премьер-министру об этом говорил. И мы договорились, что нам надо, коль взяли за этот вопрос, Министерство иностранных дел привести в надлежащий вид в соответствии с теми задачами, которые будем решать сегодня, завтра и послезавтра. В целом, предложения МИД поддержаны президентом. Тянуть преобразованиями не будут. Уже до Нового года будет соответствующий приказ по ведомству. Логика простая. Идем туда, где наши товары востребованы. И будем работать в первую очередь с теми, кто не выдвигает никаких ультиматумов. Мы значительно сокращаем наше дипломатическое присутствие в европейских странах. Я не имею в виду, что мы закрываем посольства, загранучреждения. Мы сокращаем численность дипломатического персонала. Но этот дипломатический персонал мы в значительной мере перебрасываем на другие участки работы, на другие направления, где они будут востребованы. Это касается, в первую очередь, стран СНГ. Мы укрепляем ряд посольств и стран Дальней Дуги. Поэтому в значительной мере будет укреплено наше присутствие в странах, которые являются для нас стратегически важными партнерами. Например, Китай, Индия, ряд других государств. Мы думаем над открытием новых посольств в Африке. Санкции и миграционный кризис, как инструмент давления, кибератаки и инфобросы. И, как видим, откровенные провокации и атаки. Все это влияет на работу на внешнем контуре. Чем жестче прессинг, тем больше зависит, кто и как представляет интересы Беларуси за рубежом. По послам судят о стране. Но требования к дипломатам, как бы ни развивалась ситуация, неизменны. Я считаю, что если ты находишься на дипломатической службе, президент не раз говорил, что это даже больше, чем военная служба, требует большей ответственности и большей отдачи, то ты должен соблюдать те вещи, которые являются святыми для патриота своей страны. Профессионализм, преданность делу и государству, любовь к государству и к своему народу. Некоторые люди хотят получать денежку от государства и одновременно поливать грязью государство. Вот это, считаю, абсолютно не мужские подходы и это недопустимо. Уже очень скоро могут стать известны подробности кадровых назначений и в загранучреждениях, и в центральном аппарате МИД. Например, должен появиться новый отдел по сотрудничеству с Китаем, нашим стратегическим партнером. Все перестановки и изменения – это важно без раздувания штатов в рамках того, что уже есть сегодня. Наталья Бреус, Вероника Бута, Александр Олешко, Агентство теленовостей.